Приветствую вас! По большому счёту можно по-разному подходить к вашей ситуации, да, то есть ситуации, когда всё в жизни складывается не так гораздо, как хотелось бы, вот. По большому счёту можно исходить и из того, что вы делаете что-то неправильно, по большому счёту можно исходить из того, что, например, вам это для чего-то было дано, вот, хотя я и не здоровник теории испытаний, да, то есть, ну, что какие-то события в жизни человека там даны ему ради испытаний, вот. Я эту точку зрения не поддерживаю. Постыть сделать всё это неважно. Всё это неважно, потому что исходить нужно из того, чего вы хотите. Исходить нужно из того, чего вы желаете, чего вы всегда хотели, что вам нужно. Что вам было нужно, что вам сейчас нужно и так далее. Вот. И уже исходя из этого, вот, из того, что вам нужно, вот уже что-то, собственно говоря, и делать. Брать свои желания и смотреть, как их нужно реализовывать, как их можно реализовать. Вот. Вполне вероятно, что желания свои вы знаете, а вот реализовали неправильно, стереотипично, из-за чего и погорели. Вот. А такие громкие слова, как нежелание шить, депрессия, вот, это лучше оставить врачам. Ну, то есть, именно слово депрессия лучше оставить врачам, потому что депрессия это серьёзный достаточно диагноз, это серьёзная болезнь, которая диагностируется только психотерапевтом или психиатром на очном приёме. Вот. Я согласен с тем, что у вас имеет место быть определённый кризис, я ни в коем случае не отрицаю. Это очевидный, вот. Но я считаю, что если кризис всё-таки случился, если кризис вот есть, если он имеет место быть, и от него, по сути дела, никуда не деться, да, то есть, ну, сейчас, на данный момент, то это значит, что нужно только к нему адаптироваться. Хотите вы это или нет? Для себя. И вот именно в том, как адаптироваться и как жить дальше, и нужно вам помочь. Ну, а для этого, естественно, нужно, чтобы вы более подробно рассказали о своей ситуации. Что, опять же, не очень возможно с учётом того объёма информации, которые вы предоставили. Вот. Я думаю так. Пока что вы себя жалеете, вот, жалко к себе, чувство крайне деструктивное, вот, и, по сути, являющееся суррогатом, то есть, заменителем реального успеха вашей жизни. То есть, реальный успех, это когда вы чего-то добиваетесь, получаете от этого удовольствие, и, в общем, всё здорово. Это реальный успех. А то, что вы сейчас делаете, это вы, по сути, добиваетесь быстрого, простого результата, вот, в короткие абсолютно сроки, да, то есть, ну, по сути, вы можете. Сами-сами себе это дать, но это иллюзия, в большом счёт. Ну и, конечно, кто-то вас к этому банкротству привёл, какая-то установка, какой-то жизненный сценарий, вот. И, то, что вы сейчас себе жалеете, это тоже результат этого самого сценария. Заходите, всё это можно поменять. Не заходите, ну, останется всё как есть, будете полагаться на удачу. Либо поменяется саму, что может быть, но вряд ли. Либо, то, скорее всего, всё останется как есть. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!